Как только часы пробили полночь и последний удар курантов растворился в воздухе, город озарился вспыхивающими огнями фейерверков. Новый 2024 год вступил в свои права, и каждое лицо озарилось улыбкой. Люди обнимались, поздравляли друг друга, все было как обычно в этот магический момент или почти как обычно. Именно в этот момент, в уютной квартире на последнем этаже одного из многоэтажных домов города, Анна нашла странную записку. Она лежала прямо под окном, откуда был виден весь город, и была адресована лично ей. Главное, что сразу бросалась в глаза, дата на записке. 31 декабря 2024 года. Она перевернула ее и прочла написанное от руки сообщение. Спасибо, что вернули меня домой. Но кто такой Ка? И почему дата на записке была будущим? Анна не могла понять. Она переглянулась с друзьями, стоящими рядом, и увидела в их глазах ту же самую смесь недоумения и любопытства, что и в своих. Никто не признавался, что писал ей это послание, и никто не знал, кто это мог сделать. Скоро все забыли о странном инциденте, погрузившись в праздничные гуляния. Но Анна не могла избавиться от дрожащего предчувствия. Ей было что-то известно о том, кто такой. Она была уверена в этом, но как только пыталась припомнить, в ее голове возникал лишь туман. Дни текли за днями, и жизнь возвращалась в свое обычное русло. Но Анна продолжала возвращаться к этой загадке. Она искала подсказки в своих воспоминаниях, в старых фотоальбомах, в переписках на электронной почте и в социальных сетях. Все напрасно. Записка оставалась единственной зацепкой, источником бесконечных вопросов без ответов. Весна пролетела незаметно. За ней последовало жаркое лето, и вот уже опять стояла золотая осень. Анна не сдавалась, и ее усилия, наконец, увенчались успехом. В ходе одного из своих бесконечных поисков, она наткнулась на новостную статью о малоизвестном ученом Кирилле, который исчез несколько лет назад, работая над экспериментальным проектом о путешествиях во времени. Вдруг все встало на свои места. Исходя из статьи, Кирилл искал способ вернуться в свой оригинальный временный пункт после того, как случайно перенесся в будущее. Возможно, это был он, тот самый Ка. Но как ему удалось совершить столь невероятное достижение? И почему он выбрал именно ее? Что она значила для него? Анна с увлечением погрузилась в изучение всех доступных материалов о Кирилле и его исследованиях. Она посетила лабораторию, где он работал, поговорила с коллегами и даже отыскала его дневники. С каждой строчкой, с каждым словом, она узнавала больше не только о Кирилле и его теориях, но и о связи, которая, казалось, существовала между ними. По мере того, как приближался следующий Новый год, 31 декабря 2021 года, дата, указанная в записке, Анна понимала, что находится на пороге чего-то невероятного чего-то, что могло заново определить ее собственное существование, ее понимание времени и места в нем. С каждым днем она становилась все ближе к разгадке тайны Нового года, которая началась с одной невинной записки и превратилась в путешествие, изменяющее жизнь. Редактор субтитров А.Семкин